В Лоботнагах завершился конкурс «Будь здоров!», пропагандирующий здоровый образ жизни. Его главная цель – вызвать коллективную ответственность за прохождение профилактических осмотров и вакцинации. Лучшие и самоответственные получат очень ценную для здоровья награду. Репортаж Ирины Волокитиной. Одни листовки напечатаны на принтере, другие выполнены от руки. Одни отличаются оформлением, другие – содержанием. Все это творческие работы участников городского конкурса «Будь здоров!». За победу боролось 9 трудовых коллективов. Данные листовки будут растиражированы и размещены на информационных стендах, организациях и спортивных объектов города. Изготовление листовок – только один из этапов конкурса «Будь здоров!», пропагандирующего здоровый образ жизни. Он был учрежден по инициативе председателя городской думы Евгения Зуйкова, как дополнительный стимул для трудовых коллективов города. Стать его участником было несложно. Главное – сделать вовремя прививки, пройти профосмотры и диспансеризацию. Именно диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний, тех заболеваний, которые являются на сегодняшний день основной причиной преждевременной смертности населения, инвалидности населения. Но и не только заболеваний, а на выявление факторов риска развития заболевания. То есть даже если заболевания еще нет, но есть какие-то факторы риска, которые человек самостоятельно, может быть, не может оценить, что они являются опасными для него. В этом году во время проведения диспансеризации врачи выявили у лаботнанцев патологии эндокрины и сердечно-сосудистой систем, начальной стадии развития онкологии и предраковые заболевания. В большинстве случаев пациенты даже не подозревали о наличии у них недугов. Если выявлены какие-то изменения, какие-то проблемы, человек вовремя, на ранней стадии занимается уже этими вещами и, естественно, не доводит заболевания уже до запущенной стадии. Целью мы преследуем, конечно же, увеличение количества работников, учреждений, которые прошли диспансеризацию, вакцинацию, флюорографические осмотры. Но и как результат это награждение, это бонус, это бесплатное посещение тренажерных залов на спортивных объектах нашей сферы. Поэтому, я думаю, в свете последних событий, когда все борются за активный образ жизни и ведут его, я думаю, этот конкурс актуальным. И хотелось бы привлечь к нему больше внимания всех учреждений и предприятий нашего города. Год следующий, 18-й, назван годом социальной ответственности. Здесь и здоровье, и жизнь, все-все-все, что касается непосредственно жителей города, каждой семьи, каждого дома. Организаторы надеются, что в следующем году конкурс «Будь здоров» объединит как можно больше трудовых коллективов и привлечет внимание горожан, которые сомневались в необходимости профилактических осмотров и сезонной вакцинации. А итоги соревнований этого года будут подведены на заседании специальной комиссии, которая состоится в начале декабря. Победители будут отмечены ценными для здоровья подарками. Ирина Волокисина, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...